Добрый день! В 2020 году компания «Экспофорум Интернешнл» запустила платформу события онлайн, которая дает организаторам возможность создать свое мероприятие в сети интернет. Провела 130 онлайн мероприятий, открыла собственную телевизионную студию, оборудовала комплекс согласно всем требованиям Роспотребнадзора, получила все необходимые QR-коды на разрешение проведения мероприятий и с размахом открыла новый выставочный сезон в Петербурге. О событиях декабря расскажем сегодня в программе. Отрасль подводит итоги 2020 года. Сергей Воронков и Сергей Алексеев приняли участие в годовом форуме по конгрессно-выставочной деятельности, 3-му майснетворкинг-форуму и общем ежегодном годовом собрании членов Российского Союза выставок и ярмарок. Российский международный энергетический форум впервые прошел в гибридном формате. Итоги 10-го международного форума «Арктика. Настоящее будущее». К Новому году готовы. Выставка «Новогодний подарок» порадовала горожан. Главное зоомероприятие этой зимы «Зоо-шоу» подарило море положительных впечатлений всем гостям выставки. И не пропустите ближайшие события нового 2021 года на площадке «Экспофорум». 4 декабря Сергей Воронков, президент Российского Союза выставок и ярмарок, генеральный директор компании «Экспофорум Интернешнл» и Сергей Алексеев, первый вице-президент Российского Союза выставок и ярмарок, вице-президент компании «Экспофорум Интернешнл» приняли участие в годовом форуме по конгрессно-выставочной деятельности «Новая система координат делового туризма. Приоритеты направления стратегия». Событие было посвящено отраслевым итогам 2020 года и прогнозам на 2021 год. По итогам работы 2020 года Сергей Воронков получил благодарность за реализацию приоритетного проекта «Развитие конгрессно-выставочной отрасли в Санкт-Петербурге» от Ольги Рендина, исполняющей обязанности генерального директора Конгрессно-выставочного бюро. С 10 по 11 декабря Российский Союз выставок и ярмарок провел свой третий майснетворкинг-форум, в рамках которого состоялось общее ежегодное собрание членов Российского Союза выставок и ярмарок и прошел ряд сессий по актуальным вопросам индустрии. С приветственным словом и подведением итогов 2020 года выступил Сергей Воронков, президент Российского Союза выставок и ярмарок. Руководитель Союза подвел итоги непростого для отрасли 2020 года и обозначил перспективы на 2021 год. Одна из важных задач на будущий год – доработка и принятие стратегии развития отрасли до 2030 года. В новом году к тому же продолжится работа над законом и стандартами отрасли. Переходим к обзору прошедших событий декабря на площадке «Экспофорум». С 1 по 3 декабря впервые в гибридном формате прошел российский международный энергетический форум. За три дня работы форума было проведено 7 онлайн-мероприятий по основным направлениям – современной технологии генерации, альтернативные источники электроэнергии, инновационно-энергетические решения для экосистем городов и другие. Параллельно на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» прошли мероприятия Министерства энергетики России, кадровая конференция «Роль кадровой и социальной политики компаний в развитии энергетического и нефтегазового комплекса России», награждение победителей конкурса на лучшую социально-ориентированную компанию в энергетике и нефтегазовой отрасли и награждение лауреатов международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей. Новый гибридный формат позволил не только работать максимально безопасно и эффективно, но и значительно расширил возможности для участников. Онлайн-мероприятия посетили более 2000 человек из 30 городов России. К форуму также присоединились участники из Словакии. Все онлайн-мероприятия российского международного энергетического форума доступны на YouTube-канале «Экспофорум». С 10 по 12 декабря в павильоне «Аш» состоялось одно из центральных мероприятий с арктической повесткой в российском общественном пространстве 10-й международный форум «Арктика. Настоящее и будущее». Двухдневная деловая программа форума включила более 30 мероприятий. Участники рабочих и панельных сессий, конференций и круглых столов обсудили вопросы социальной и экономической сферы, науки и технологий, транспорта, промышленности, связи и цифровых технологий, экологии и безопасности макро-региона. Главным итогом работы форума стала резолюция, которая аккумулировала инициативы и рекомендации для совершенствования законодательства и государственного регулирования в сфере устойчивого развития арктической зоны России. С 10 по 13 декабря у гостей «Экспофорума» была уникальная возможность найти подарки для родных и близких на крупнейшей выставке «Новогодний подарок». Событие порадовало петербуржцев новогодними нарядами, украшениями, одеждой, подарками ручной работы, товарами для красоты и здоровья, а также богатой гастрономической экспозицией для праздничного стола. Главное зоомероприятие этой зимы – выставка «Зоо-шоу Зима-2020» развернулась аж на два павильона «Экспофорума» с 11 по 13 декабря. Программа мероприятия была меганасыщенная. Выставка домашних животных, пэт-маркет, консультации, лекции, выступления, более 700 кошек, более 2000 собак, грызуны и кролики, рептилии, лиса и ежики, а также декоративные сельскохозяйственные животные подарили море положительных эмоций всем гостям. По традиции в рамках «Зоо-шоу» прошел фестиваль приютов «Ветер перемен», где около 70 хвостиков из разных приютов Санкт-Петербурга и Ленобласти ждали встречи с посетителями выставки, надеясь встретить своих будущих хозяев и обрести новый дом. 19 декабря в концертном зале «Экспофорум» случилось музыкальное чудо. На традиционном новогоднем концерте симфонического оркестра «Таврический» классика сопрокоснулась с эстрадой, сказка с реальностью, а опереты с хитами мюзиклов. Талантливый коллектив в камерной обстановке сыграл колоритную музыку к балетным сценам в «Альпургиевой ночи», композиции неподражаемого «Щелкунчика», произведения из картин Эльдара Рязанова и потрясающие саундтреки из магической серии фильмов о «Гарри Поттере». Особый шар музыкальному действию придавало Эбру Шоу – поразительное творческое сочетание воды, ярких красок и эмоций художника. Финальным аккордом праздничного концерта стали популярные композиции из оперет и мюзиклов, а также классические новогодние песни эстрадного жанра. Уже в новом году с 3 по 7 февраля встречаемся на крупнейшей ювелирной выставке России «Джунвикс Петербург». Событие имеет богатую 20-летнюю историю, обладает истинно петербургским характером и особой атмосферой, соответствующей уровню культурной столицы. Именно «Джунвикс Петербург» открывает год, устанавливая вектор дальнейшего развития всей ювелирной отрасли страны. Тысячи квадратных метров драгоценностей и все самые известные компании России. Экспоненты продемонстрируют свои лучшие изделия – ювелирные украшения, часы, столовые приборы, представительскую и сувенирную продукцию, художественное оружие и многое другое. Отдельную экспозицию занимает выставка технологий и ювелирного оборудования «Джунвикс Тек». Традиционно в рамках выставки проходит всероссийский конкурс ювелиров «Признание Петербурга», в котором награждаются самые исключительные образцы современного ювелирного искусства. С 5 по 7 февраля богатое наследие русских народных промыслов будет представлено на выставке-ярмарке «Невский ларец». В экспозиции примут участие более 100 производителей промыслов, творческих объединений, художников и ремесленников не только различных регионов России, но и других стран. В зоне мастер-классов посетители познакомятся с историей и культурой ручного труда и кустарного производства в нашей стране. Планируются коллективные экспозиции Архангельска, Ингушетии, Якутии, Бурятии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где будут представлены национальные изделия и костюмы. Вас ждет насыщенная развлекательная программа и приятные сюрпризы, ежедневные конкурсы, победители которых получат уникальные изделия от мастеров. Следите за онлайн-проектами кампании на платформе события онлайн по адресу expoconv.online. Актуальный календарь офлайн-мероприятий доступен на сайте expoforum-center.ru. Подписывайтесь на канал Expoforum и будьте в курсе последних событий. Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Желаем здоровья и счастья вам и вашим близким! Увидимся в новом 2021 году! Субтитры подогнал «Симон»!